В былые времена воды здесь было по пояс, говорят в парке. Сегодня потопления изумрудного уже не так страшны после благоустройства. На территории весь день работает помпа, которая откачивает воду в более сухие участки. И временное решение, чтобы гости парка могли свободно гулять. Много снега и плюс промерзла почва еще. Помните, были сильные морозы в ноябре и вода сейчас плохо уходит. Парк находится в небольшой низине. Снег из парка нельзя вывозить, это же тоже естественный фон увлажнения. Как только подсохнет, а в парке рассчитывают, что это произойдет в ближайшую неделю, здесь приступят к финальной стадии благоустройства. Например, совсем скоро начнут заполнять пруд. Вы видите, уже достаточно много воды. Это и то, что мы заливали в конце года прошлого, и результат таяния. В принципе, нам еще сантиметров 60 поднять уровень, и мы выйдем на тот летний уровень. Все будет налажено, чтобы мы в майские праздники вошли с прудом, с набережными благоустроенными, с водным транспортом, который будет, с визит-центром, который тоже планируется к концу мая запустить. В конце года посетители парка наконец-то увидят здесь каток. Переодеться, оставить вещи, посидеть в кафе, подзарядить телефон, можно будет в визит-центре. Кстати, накануне определился подрядчик, который займется основными работами в парке. В этом сезоне обновится фасадная часть парка со стороны Комсомольского. Будет реставрирована входная группа. Также планируется возвести амфитеатр почти на 200 человек и благоустроить парковку. Интересный тоже такой объект – это зеленый пляж. Вот там за прудом, между храмом и прудом, есть большая поляна, которую мы запроектировали в формате такой газонной поляны. Мы ее назвали «зеленый пляж». Это такое название объекта, где будет и геопластика, будет завезен грунт, сделаем систему орошения, чтобы можно было поливать эту всю систему. И, соответственно, засеяно будет травой, чтобы там могли люди отдыхать на газоне. 15 августа все работы должны завершиться. На следующий год останется небольшой объем работы на 30 миллионов рублей. Это еще одна спортивная площадка, шахматный павильон и не только. А вот работа с зеленью, говорит Владислав Вакаев, тут еще не на один год. Люди видят позитивные изменения, но с зеленью по щелчку пальцев не получается. Если вот эту набережную там можно напрячься и сделать там за месяц, то дерево при всем желании ты не сделаешь большим и развесистым. Для этого нужны годы. Парк – это зелень, а зеленью надо работать. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. День с толком. Продолжение следует...